В космосе В космосе возможно всё. Крошечные чёрные дыры, планеты, состоящие из алмазов, и звёзды холоднее чашки чая. Как бы там ни было, самая большая звезда. Если бы WOHG-64 находилась на месте Солнца, Земля оказалась бы внутри неё. Причём ближе к центру, чем к поверхности звезды. Её объём в 17 миллиардов раз превышает объём Солнца. Хорошо, что мы находимся в 160 тысячах световых лет друг от друга. Самая яркая звезда. На самом деле она находится на расстоянии 163 тысяч световых лет от нас. Где-то в Большом Магеллановом облаке есть R-136A1. Её яркость 8,7 миллиона раз выше яркости Солнца. А ещё это самая массивная звезда, обнаруженная астрономами. Самые неуловимые сигналы в космосе. Быстрые радиовсплески, или БРВ. Настолько интенсивные, что Солнце производит такое же количество энергии за целых 80 лет. Эти вспышки редко появляются в одном месте дважды, но бывали случаи, когда БРВ повторялись регулярно, прежде чем замолчать. Кто-то считает, что они могут быть связаны с нейтронными звёздами или материей, попадающей в чёрную дыру. Самая холодная звезда Это бурые карлики, у которых, по сути, не получилось остаться горячими. Долгое время самым холодным считался тот, который по температуре был сопоставим с температурой кипящей воды. Но затем была обнаружена звезда, чья температура едва достигает минус 30 градусов Цельсия. Самая быстрая звезда в галактике US-708 Это межгалактическая звезда, которая пролетает через Млечный путь и в итоге выйдет за его пределы. Она путешествует на скорости 1200 км в секунду, но теоретически за пределами нашей галактики могут быть звезды, чья скорость приближается к скорости света. Туманность самой странной формы Туманности – это огромные облака газа, способные принимать практически любую форму. Но Туманность – красный квадрат – полностью оправдывает свое название. Это огромное красное облако квадратной формы. Астрономы понятия не имеют, как она могла появиться, и все же она существует. Самая загадочная звезда Астрономы, способные обнаруживать экзопланеты, измеряя то, как тускнеет свет звезды, когда перед ней проходит планета. Звезда Таби в этом плане уникальна. Она теряет до 22% яркости. На такое не способна ни одна планета. Это могло бы сделать огромное полевое облако. Но звезда Таби для него слишком стара. Любой ответ только порождает еще больше вопросов. Самый странный космический объект в Солнечной системе Хаумея – это карликовая планета, расположенная в поясе Койпера, во внешних пределах нашей Солнечной системы. Это самый быстро вращающийся объект. Местный день длится всего 4 часа. Несмотря на небольшие размеры, Хаумея обладает собственными кольцами. И это беспрецедентный случай. Самая знаменитая черная дыра Это черная дыра, которую удалось сфотографировать. Команда небольших телескопов работала вместе, как огромный виртуальный телескоп, чтобы сделать снимок М-87. Эта черная дыра расположена в центре галактики М-87, в 53 миллионах световых лет от нас. Самая маленькая планета Кеплер – 37b, немного больше Луны и весит чуть меньше третьей Земли. Несмотря на это, она считается планетой на орбите звезды Кеплер – 37. Самая маленькая звезда Она в два с половиной раза меньше Земли. Это пульсар – форма нейтронной звезды. А значит, она настолько плотная, что даже при таком размере весит намного больше Солнца. Самая темная планета Горячая планета, вроде Юпитера, TRES-2b, вращается очень близко к своей звезде. Несмотря на это, она практически не отражает ее свет. Поверхность планеты настолько черная, что попросту поглощает его. Самое пустое пространство Галактики во Вселенной распределяются на группы, затем на скопления и нити. Но между этими колоссальными структурами пролегают огромные космические пустоты, в которых практически нет галактик. В результате любая часть Вселенной будет выглядеть как губка с дырами внутри, которые называются войды. Самая отдаленная открытая галактика Мы видим галактику GNZ-11, такой, какой она была 13,4 миллиарда лет назад. Но расчеты показывают, что из-за постоянного расширения Вселенной, эта галактика на самом деле находится от нас на расстоянии 32 миллиардов световых лет. Самая негостеприимная потенциально обитаемая планета Глизе 581с Это супер-земля, находящаяся на орбите так называемой зоны обитаемости. Она расположена достаточно близко, чтобы быть теплой и иметь на поверхности жидкую воду. Но достаточно далеко, чтобы никого не зажарить. Единственная проблема в том, что она всегда повернута к звезде одной стороной, на которой слишком жарко, на другой же слишком холодно и темно. Тем не менее, посередине может оказаться небольшая полоса с подходящей температурой. Самая вкусная часть космоса Стрелец Би-2 Это огромное молекулярное облако недалеко, по космическим меркам, от центра Млечного Пути. Ученые обнаружили в нем больше 50 разных молекул, и одна из них отвечает за вкус малины. Самый отдаленный объект в космосе, сделанный человеком «Вояджер-1» был запущен в 1977 году. Он предоставил множество данных и фотографий планет, таких как Юпитер, Сатурн и их спутники. На сегодняшний день «Вояджер-1» находится за пределами Солнечной системы, почти в 22,5 миллиардах километров от нас. Самый мощный квазар Квазары — это активные ядра галактик, состоящие из сверхмассивных черных дыр, окруженных заряженной материи, аккреционным диском. Когда эта материя попадает в черную дыру, она излучает невероятное количество энергии. Самый мощный радиосигнал поступил от квазара 3С273. И это самый яркий из когда-либо обнаруженных квазаров. Самая странная планета Глизе-436b Это очень горячая планета, состоящая изо льда. Температура на поверхности предположительно составляет 440 градусов Цельсия. Но из-за сильнейшей гравитации планеты лед там не тает. Самая большая структура Она называется Великая Стена Геркулес, Северная Корона. Это сверхскопление, состоящее из огромного количества галактик, связанных друг с другом гравитацией. Свету понадобится 10 миллионов лет, чтобы пройти от одного ее конца в другой. Это означает, что стена занимает девятую часть всей наблюдаемой Вселенной. Самая большая молния В центре галактики 3С303 находится квазар, который излучает огромный космический луч. Астрономы обнаружили в нем электрический ток силой 10 в 18 степени ампер. Это как триллион разрядов молний, бьющих одновременно. Самая маленькая черная дыра Предполагается, что они должны быть сверхмассивными, но черная дыра, расположенная в созвездии Скорпиона, всего от 3 до 10 раз превышает массу Солнца. С точки зрения черных дыр, она настоящая кроха. Самая дорогая планета Около третьей планеты 55 Рака Е состоит из углерода. А учитывая температуру и давление под поверхностью, весь этот углерод должен находиться в форме алмазов. Их там очень-очень много. Самая плодовитая галактика Галактика Бэби Бум — галактика с ярчайшей вспышкой звездообразования известной науки. В среднем она производит новую звезду каждые 2 часа 12 минут. Это 4000 звезд в год. Галактика Млечный Путь производит всего 10 звезд в год. Самая странная форма галактики Награда уходит объекту Хога — так называемой кольцообразной галактики с эллиптическим ядром в центре, огромным пустым пространством и кольцом звезд и систем следом за ним. Самая горячая экзопланета Это Кеплер-70b, чья орбита проходит очень близко к звезде. По оценкам, температура на ее поверхности составляет больше 7000 градусов Цельсия. Самая холодная планета. Она находится от нас на расстоянии 13000 световых лет. Позвольте мне не произносить ее название, но вот вам факты. Ее размер примерно равен размеру Земли. Она находится от звезды примерно на таком же расстоянии. Масса ее звезды составляет около 8% массы Солнца. Из-за этого планета является ледяной пустошью, не имеющей равных во Вселенной. Самое большое количество планет в зоне обитаемости Это планетарная система звезды Трепест-1. Она состоит из семи планет, пять из которых близки по размеру к Земле, а три расположены в зоне обитаемости от местной звезды. А значит, в этой системе имеется три кандидата на возможное развитие жизни. Планета с наибольшим количеством звезд. Система с двойными звездами – это довольно распространенное во Вселенной явление. Но экзопланета Кеплер-64b находится на орбите двойной звезды, находящейся на орбите двойной звезды. Четыре звезды одновременно! Самая старая обнаруженная звезда. На расстоянии 12 400 световых лет от нас расположена звезда старше 12 миллиардов лет. Она почти в три раза старше Солнца. Самое уникальное место во Вселенной. Итак, увеличиваем масштаб от галактики Млечный Путь до нашей Солнечной системы и, наконец, до Земли. Насколько ученым известно, в мире не существует большей загадки, чем жизнь и то, как она началась. И это пока единственная известная нам планета, на которой присутствует эта драгоценная жизнь. Поразительно, правда? Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа. И присоединяйтесь к Эдми.